Всем доброго времени суток. Отойдем немного от крупных слэшеров, долгих серий или замудренных стратегий. Вернемся давайте к простеньким и родненьким шмапчикам. Перед собой вы видите игру Comet Striker от небольшой студии Ice Lizard Games, выпущенной в 2018 году. Как ни странно, про эту игру мало кто знает, а ведь это очень хороший представитель жанра. Вы управляете небольшим космонавтом с джетпаком и можете свободно двигаться в любом направлении. У вас есть три кнопки действия. Одна стреляет влево, другая стреляет вправо. Таким образом вы можете двигаться отдельно от направления стрельбы. Третья же кнопка включает буст, что является по сути основной механикой для решения большинства проблем данной игры. Ну, помимо конечно самой стрельбы. Эта кнопка дает вам небольшой, но эффективный дэш. Он неуязвим, дамажит врагов и позволяет проходить сквозь врагов и их пули. Но его не получится делать постоянно, есть небольшая задержка. Что вкупе с тамошними агрессивными врагами и их паттернами стрельбы является основой по сути всего геймплея. Поначалу игра может показаться довольно простеньким и невзрачным таким шмапчиком. Но как только вы доберетесь до первого босса, игра начнет вам намекать, что пора бы привыкнуть к тому, что здесь все желает вашей смерти. Если хотите выжить, придется научиться эффективно применять этот самый буст. Врагов в игре предостаточно, с самыми разнообразными паттернами и особенностями. К боссам тоже придется привыкнуть. Сами уровни также спроектированы, чтобы вы не могли просто из-за угла всех поснайпить. К примеру, сферы, из которых выбиваются пауэрапы, вроде усиления оружия или ускорения или здоровья, исчезают через некоторое время. В некоторых местах вам также будут мешать лазеры, а под конец вообще появятся генераторы, которые спаунят монстров. В итоге игра, хоть и простенькая поначалу, постепенно превращается в весьма динамичный и напряженный экшен. Ну а чтобы вы не скучали, игра предоставляет небольшое разнообразие. Во-первых, сами уровни имеют развилки. А они хоть и приводят в целом к одному финалу, но дают вам возможность пройти уровень по-разному. Во-вторых, после прохождения открываются всякие дополнительные плюшки. Например, играбельные персонажи со своими стилями. Вроде нинджи с катаной, которые лупят будь здоров, но, сами понимаете, только вблизи. Ну или скелета, кидающегося костями, которые ликошадят от стен. Также есть и дополнительные режимы, вроде босс раша, или прохождение на время. Но самое главное, есть рандомайзер, который предоставляет возможность проходить уровни, состоящие из комнат, случайно выбранных со всей игры. Это еще не считая кучи всяких уровней сложности, которые довольно сильно разнятся между собой. Чем сложности выше, тем больше врагов и препятствий на уровне. Я прошел игру на нормале и чуть меньше, чем за час, и челлендж был и довольно серьезный. Но при этом, довольно справедливый. Так что, если считаете себя мастером жанра, можете смело ставить на хард и проверить свою реакцию. А потом запустить рандомайзер и еще испытать свои чувства адаптации к разным ситуациям. В общем, в плане геймплея, я даже не знаю, что тут можно выделить в негативном ключе. Управление отличное, геймплей бодренький, разнообразие есть, сложность можно под себя настроить. При этом, игра берет за основу 8-битную астетику и отлично ее исполняет. В игре всего 5 уровней, но каждый выглядит по-своему уникально. Цветовая палитра приятна глазу, спрайты детально прорисованы, и в глаза не бросается нарочито пикселизованная картинка. Тут все имеет свою цель. Например, ваш человечек недаром такой маленький. Во-первых, в мелкую мишень сложнее попасть, а во-вторых, это неплохая возможность показать размеры локаций и врагов по отношению к персонаже игрока. Да, неплохо так на атмосферу работать, скажем так. Двуковое оформление тоже на высоте. Музыка очень приятная, и даже чем-то местами мелодии от самцов напоминает. Порадовали также и небольшие кивки в сторону классики. Например, я услышал некоторые намеки на Метроид. Да, игра сделана в ретро-стилистике, но, как я уже заметил, это оправдано. Хоть и явно забрасывают игру в пучину таких же стилизованных проектов. Видимо, поэтому игра как-то среди них и затерялась, и никому практически и неизвестно. Пожалуй, единственный пробел игры – это нарратив и ее презентация. В игре всего две катсцены. В начале, где вам показывают, что некого бравого мужика отправляют на спасение галактики. И в конце, в котором вам тут же показывают средний палец со словами «А не хотите ли вы, сударь, пройти игру на харде?» Лично меня бесят такие моменты, когда игры вот так вот делают и закрывают финал за какими-то искусственными ранками. В общем итоге, я ставлю игре 8,5 баллов из 10 и настоятельно рекомендую всем любителям шмапов с ней ознакомиться. Ну а на сегодня у меня все. Пишите в комментариях, что думаете об игре, рассказывайте о канале друзьям. Всем спасибо за внимание. До скорых встреч!